Это Храгнарок сервер мушка мухром хотел бы записать небольшое видео для тех кто играет как я редко и мало сейчас наступило то время с выборами серверов более русских конкретные проблемы но время раскрутилось так что из русских серверов сожалению нет достойных нет хороших качественных проектов где бы можно было действительно с интересом поиграть вот почему я и пришел на мухров собственно у меня был уже ролик по этому серверу да вот теперь я играю здесь луна луной обед по расписанию на луне все бы хорошо но там что-то я смотрю админы подзабивают пропускают апдейты пропускают правки балансировки мне кажется это из-за какой-то лени или нехватки кадров почему нехватки кадров потому что на сайте на форуме по сияющей луне я увидел статью о том что они администрация и разрабы там непосредственно производят набор кадров кто будет помогать в тесте контенте и все такое то есть посмотрим живем луна сейчас отстает от муху ро гораздо отстает ну да ладно я играю мало фарминг потихоньку деньги потихоньку убивают персонажа все приобрел с собственными руками что-то квесты делал доставал что-то покупал за зеки в данный момент наш одет вот так лучше пока нет но будет медленно но верно мы составляем себе капитал у меня есть билд непосредственно к которому я стремлюсь я его осуществлю вот но опять же говорю всему свое время благо сервер интересный он позволяет реализовать ну наверное все что ты захочешь вот так как здесь есть очень хорошая экономика живой онлайн высокий до трехсот человек я играл на выходных и в пике 292 человека было мне показывало я если честно это прям очень хорошо и так пока такой венок карты пурпурного ферруса вот такие чанты билд у меня строится на ну будем говорить авто варгер не очень вместна авто атака статы это статы 99,9% верные выстроены как и атрибуты что нас интересует естественно я немножко поправлю скиллы мне надо непосредственно фрагмент гранату выстроить чтобы менять элемент авто лаунчера короче это как автозапуска пушки то есть при выстреле попадания не скиллом просто постреляешь по цели срабатывает умение от вот посмотрите шанс 6 10 процентов то есть отрабатывать вот эти умения броски гранат бомбардировка то есть по области это очень серьезный билд он довольно таки дорогой но он мне нравится больше всего я вам покажу конечно мы тоже что я хочу вы поймете о чем речь плюс еще непосредственно внимание уделяется криту то есть мало стрелять быстро надо стрелять еще и чтобы крит был 100 это будет в будущем вот но сейчас же на фарме на прокачке играем через прицел если не хватает урона используем просто по области пулеметное умение но оно для ружья подходит очень хорошо бьет для особо хитрожопых целей используем магазинный выстрел через и потратить 2 путь рона там что-то все такое то есть очень сильно зависит скилл от крита но оно колоссальный урон в одну цель очень хорошо на МНП работает а также вот это я хочу подраспределить так умение наверное все таки не хватит мне выйти на миссию бомбардировка потому что все таки 10 джобов это не кухры-мухры но вот эта штука это ультимативное умение мягко говоря очень сильно бьет ну да ладно скрытая карта здесь будучи мятежником я играл через путешествие ну круговой танец называется как видите и в принципе это похоже на то 5 паконов затрачивается весьма неплохой скилл очень хорошо играются через него поэтому да 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 что еще купил батл процессор обычный там пару миллионов остыл броню сделал сам просто мне не хватило чуть-чуть терпения до дожать модификатора поставить верные один только словил но поставлю другие дело в том что я хочу хочу просто с этой броньки начать потом перейти в 17.2 и постепенно особо не перепрыгивая в общем добиться всего я это естественно сделал значит сет что хотел бы сказать сет ангелов сет ангелов на плейро на русском серваке мне обошнулась вот эта одна карта 15 лямов до закрытия плейро по знакомству я эту карту за 15 лямов в одну карту здесь этот сет карт с двух ангелов мне обошелся в 6 миллионов всего лишь то есть ради бога чан в модуле модификатора пойманы здесь это вот вот вариативный каст тайм и вот такая хрена то есть шибкая не заморачивался пулемет сделал сам быть ну из ящика героя это биоля бы ящичек есть вытянул туда black обык наверно черный до патента его прокачал через куб и дальше его также с лутом прогнал до лт он грейдится также сейчас пока на 9 есть карта самурая странника в принципе зеньки позволяют можно добрать еще одну карту благо вот этого самурая вот именно его я купил там около 4 миллионов стоила карта вот так с этим пулеметом вопросы решаются очень быстро он уже довольно-таки сильный так как он еще дает нам атрибуты ну и за грейд естественно видите бонус его имеет смысл брать если вы пулеметчик он хорош весьма естественно есть лучше но как бы за неимением лучшего лучшее будет в будущем вот такие сапоги здесь неплохой чанк на декс над прок дальних и так хорошие и здесь у нас очень бред стоит я на меня даже на внимание не обращаюсь чтобы сет работал тут стоит гол тацидус хп сп чтоб у нас не было штрафа вот посмотрите чем мы даже выходим в плюс у ахп сп меня пока так устраивает значит со что обратите внимание здесь телепорт есть бесконечное крыло мухи новичка но их надо покупать за кэш пока я их только нашел за кэш да вы правильно видите это билеты пропуска эпизода есть такое да да это если не вы не хотите делать квесты эпизодные тот же плунжер душе который тоже на плейро был бьет бьется очки и некоторые шмот бьется мы например на том же плейро били очки темные очки пробивались с платком темным разбойник они в сети игрались и плюс естественно слот дешево а вот есть хотите вот не покупать например берсерк и да вот покупайте за 5000 голды бесконечный берсерк банка все я пока куплю потихоньку ну а вот они ребят на неделю бесконечно крыло мухи новичка вот оно а ну и на день даже есть то есть карпа стоит короче вот о чем речь но почему телепорт потому что выбил карту к риме просто с ней гоняю все фармлю и проблем не знаю значится в этом аксе что критический урон стоит все по мелочи здесь стоит ну вот так стоит фен по старинке пока скорости каста не хватает и зачастую могут просто сбить каст вот но тут эксперт вручник и налаг и декс купил купил именно купил не в аренду взял а купил эдемский шмот на него надзорного весьма неплохой ребята вам скажу то есть это бюджетный доступный всем очень хороший тиневой шмот серьезно без шуток вот серьезно сделайте так купите его то есть его можно за 30 монет взять в аренду либо я щас покажу кто не знает то у нас тут он начинает играть я понятен нет но будет знак я прописал да то есть переходим в эдем где взять эдемские монеты делайте доски за последнюю доску 190 большую хоть за квесты очень много дают понят что за монет да вот эдемские монеты ребят вот они да а также не отходя от кассы за эдемские монетки можете тратить их в этом ящике игровой автомат и дэм машин вот и смотрите перечень вот это кстати вот это ряд банок по уши это очень хороший расход вообще считаю то есть эта штука на луне юзал она дает кроме кучи бонусов бустов она еще дает не сбивайку и ускоренный касс вот то есть касс нельзя прервать пожалуйста это очень хорошая банка но вот цена ее три монеты то есть какие-то серьезные данжи куда-то идти в инстанцию или пати куда-то что-то бить обязательно к применению как и альмати и свиток бриллиантова защитный кто дальше не отменял но вот очень интересно тут написано что ночь на полчаса а не до 10 минут наверное все таки был какой-то баланс справок и уже поменяли а также есть вот такая баночка посмотрите это то есть у нас и альмати и свиток содержит в себе и касс нельзя прервать новый гад 25 лет ладно идем то есть нам надо по достижении в принципе сотового уровня но нужно на плюсе вот это что ты хочешь изменить экипировку теневую то есть новичок нам не нужен нам нужно продвинуть то есть 21 монет и она то есть вы можете ознакомиться пожалуйста что это тут вот это аренда это купить то есть в аренду там по моему 30 монет или 20 спишут и я не помню на сколько там дней арендуется это но зачем я подкопил монет и просто купил тут вы покупаете экипировку навсегда стёб это было ли не стёб даже не знаю теперь уже я бы общался непосредственно с пацанами из таверны кота и в не знаю подъеб это было ли не подъеб я несколько ли копи вот эти и луниумы продавай так как я на сервере ни хрена не знал я послушал и сколько бы я в мире не писал сколько бы не договаривался вот эти камни просто никому не нужны всерьез как бы я не в обеде ничего просто не нашел не нашел я им применил всерьез вот так бью мвп иногда с них падают коробки теневые там шадоу какие тени я не знаю для чего они нужны выясним это потихоньку надела камней на точку 5 уровня оружия и 2 уровня брони я просто показываю что у меня пока есть заготовил мантию такую пока купил на будущее в билт идет что еще это дробовичок покупал он вот тоже очень хорош но играть через него надо через такие скиллы то есть вот автолаунчер он не подходит вот вот такой вот коллекционирую благо ящики позволяют собирать разный декор какой-то уже есть различные карты есть пара неплохих карт вот что значит я делал что точно работало вот гарантированно сказать так это подземелья иллюзии вот честно надо вам ходить по подземельям иллюзиям качаться почему нет плюс еще там такие зелененькие мешочки даются в них куски мвп могут быть консервы а также кэш мунники вот эти ну не знаю монеты короче вот эту доску я очень долго проходил так сказать много ее брал то есть брал сдавал брал сдавал брал сдавал брал сдавал вот иллюзиюм дэндж то есть все взять все я просто брал все и пошел естественно я изначально не всю иллюзию тянул это понятно но потом стал все иллюзии проходить спокойно просто ваншот винг вот до того дошло естественно магма данж и потом я пошел покачу берешь здесь магму эйнбрах шахта один пас естественно берешь обис лейки обратил стал под конец и это же эти задания есть в эдеме там 160 и 240 мобов в совокупности если еще использовать книгу это весьма ощутимый кач сейчас данный момент идет ивент на повышенные рейты да здесь часто ивенты происходят чтобы это проверить нажимаем на это вот смотрите сейчас здесь x50 это усоединенное значение сейчас идет ивент вот качайтесь можно поменять сделать ниже ниже но выше нельзя сделать что же по фарму денег да вот такая вот штука иллюниума никто не покупает жить на что-то надо надо потихоньку строить билд и играть сделал себе генетика сделал ему довольно большую удачу и потихоньку банки варил но это просто уже остатки сладкие оставались вот что же делать где фармить я нашел кроме старой ефени в принципе там она я бы сказал что актуально свои практически не потеряла все еще вижу людей которые фармят там сделал квест на гуаранку я люблю их вот поэтому я всегда на них делал квесты и с ними гонял два типа патронов использую нейтралы переключаю на святой элемент если надо угомонить каких-то хитрожопых нейтральных мобов в которых сопротивление высокий плюс еще использовать если платинум альтер с кири поиграть если охота замагсить атаку то патроны эти нужны нам значится что бегая качаясь в третьей магме я увидел такую штуку там очень хороший дроп шмота магматического вот этого шмота который в принципе печальница я покажу я покажу сейчас мы немножко пробежимся почему нет рожки давно не было естественно лошади бесят а почему кто не знает знает я кастую долго эти твари очень любят когда-то у меня он не тянул даже здесь у меня был плюс пулемета демский я с этим путешествием пытался что-то сделать но я преодолел то время я прокачался и стал сильнее теперь он уже здесь тянет и без проблем может фармить эти локации вот эта игра вот рагнарог как по мне она не про скорость она про время и твои усилищи сколько ты тут в долгосрочной перспективе например готов играть в игру если ты поиграешь один раз и на год забьешь ну естественно что там будет ничего ничего я стараюсь я стараюсь играть день вот я захожу после работы побегать зенит зеньки побить хотя бы я это делаю без напрягов вот кстати сейчас тоже броня упала но опять же сразу оговорюсь естественно как и всегда как и всегда желательно такие локации по фарму бегать здесь барыгой либо хотя бы маленького барышку себе вкачать чтобы с наценкой продавать товар я естественно америку не открыл но это надо сделать и у меня тоже есть генетик но ради теста я сейчас покажу просто почему я здесь все не бью кто-то в лабу ходит не знаю я пока здесь осел и луниума не нужны я вот как видите их продать так и не смог у меня как было с тех времен 200 штук то так они блять и лежат никому не нахуй не нужны я писал вот ну все в принципе давайте вот так go 0 переходим вот то есть у меня пикация прошла нас интересует весь этот магма шмот это я сюда по привычке открываю скидываю хлам так я проделываю сюда я не знаю зачем вот эти коплю вот они вот лежат хуй его знает просто они есть вот и смотрите цена 25000 стоит все все виды шмота которые там падают стоят 25000 барыга будет продавать 36 где-то вот такая вот тема то есть спокойно можно там фармить хорошие деньги там кстати довольно плохая конкуренция временами бывает по несколько человек бегает но как бы могут появляться быстрее и лока я считаю что очень актуально я вас вам говорю что вот действительно рабочий метод где поднять землю это магма 3 не надо продавать никакие луниум выбивать вот поверьте мне это не сработает работает магма 3 и локации которые я пока не узнал ох корона крутая еще и блин прогресси нам четыре раза ё-моё ой-ой-ой так это еще на этого на биолога посмотрите какие бонусы с грейдов тут просто падают еще наверное и топовые чанты сложенные ух ты вот такая вот корона интересная карта какой вот это прежде всего вот я рекомендую эту локацию вот кто хочет набить деньги в принципе гифения она намного легче но как по мне мне кажется там денежек немножко поменьше все таки будет фармиться чем магме 3 но она в сто раз безопаснее там чтобы ее тащить уже там уровне на 130 хватит и можно бегать маншотать с них падает что там мастелла их падают сюрикены и с них падают голд ринги кольца то есть и вообще как бы я бы сказал я с нуля играть только вот начали лучше начать конечно с гифини набить денежек а то дадите человечка и уже тогда в магме когда вы будете шоттать мобов уже можно в принципе переходить туда и там делать деньги ну я узнаю в будущем все равно где еще хорошие точки фарма и запишу естественно про это вот пока что на этом все вот такой у меня человечек он в будущем еще будут сто процентов ролики по нему вы увидите конечный вариант билда тот который я говорю кому то может понравится кому то будет интересно ради бога пока всем пока пока всем пока